Вы потеряли мужа? Да. А что произошло? Снубийство. Макс, а что делаешь? Сцепь. А слетела цепь? Давай вместе попробуем. Макра говорит, да, у меня выпускаются руки. Такой вот был разговор за сутки, наверное. В зал папа улетел на облачко. В этом момент я как раз разговаривала с своей матерью по телефону. Если я в труппу говорю, она бы выпрыгнула. Мягко говоря, страшно. Друзья, рад вас приветствовать на канале Сансара. Если коротко, эту историю нам прислали на почту. Одинокая женщина, ее, кстати, зовут Татьяна, она многодетная мама. Оказалась в очень тяжелой жизненной ситуации. Ей очень нужна наша помощь, поэтому обязательно досмотрите этот выпуск до конца. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Ну а мы начинаем. Здравствуйте, Татьяна? Здравствуйте, да. Привет. Меня вас Валера зовут. А тебя? Максим. Макс, здорово. Это Геома. Привет. Да. 25 лет, да, я осталась домой. 28, 29, 4 года прошло. Вот, на тот момент у нас было два всего ребенка, два и двое погодок. В тот момент они были очень маленькими, младшими были полтора годика, а старшими было, да, и восемь. Вот, но спустя там время решилась я вступить вновь в отношения. Ладно. Вновь решившись, да, там, на семью, но, к сожалению, не сложилось, не получилось. И вот, одна воспитывает троих. Мужчин. Сама я родилась здесь и выросла тоже здесь. И дети мои появились тоже здесь. На 21 год я вышла замуж. Вот, тут жил муж. И вот, после смерти мужа мы остались тут. На 14 этаже у меня довольно-таки маленькая комната, всего 13,9 квадратных метров. В ней мы проживали четвером. Я мама, папа, брат. Отца не стало, осталось мать и брат. Вот, ну, как бы никто почему-то не занимается расширением жилплощади. Собственницей является мама. Ну, и вот в этом, наверное, заключается вся сложность. Вытащить человека, да, и пойти что-то, как бы, начать предпринимать. Какие-то попытки. Став многодетной мамой, уже появились новые, скажем так, возможности. Маткапитал есть. Различные всякие программы для молодых семей. Эту комнату, вторую, я снимаю. Одну я планирую продавать. И тут, как бы, я вот уже бессильна. Хотелось бы просто, наверное, попросить помощи, что можно сделать в моей ситуации. А вот эта квартира, она получается чья сейчас? Это коммунальная квартира. Средством этой комнаты является власть и кровь. То есть мама покойного мужа. Вот, тут мы живем, проживаем по временной регистрации. На момент смерти мужа тут была другая женщина. И потом он выкупил парень молодую, вот, комнату. А мама планирует тоже продавать ее. Немного, как бы, боязно, да, кому, как они продадут. У меня, как бы, нет возможности ее выкупить. Только в первый класс пошел, вот, собрали. Первоклассник, значит, у нас. Да? Ну и как тебе в школе? Вот, че так грустно. Ну, тебе понравилось в школе? Да. А класс у тебя дружный? Уже с кем-то подружился? Успел? Ну, атмосфера вот тут, в принципе, мягко говоря, не очень. Вот, буквально вот сегодня утром же полицейские мы с соседкой обнаружили. Соседа труп на балконе повешенный. Сегодня? Да, вот сегодня. Вот они там все вскрывали, приезжали. Ну, то есть... А как это обнаружили? Через балкон увидели. Все не сидит. Ну, вот, таких-то случаев очень много. С периодичностью. Как мы сами оказались в той ситуации. Легко говоря, страшно. Уже как-то начинали по мелочи. Ну, то есть кухня, это вот соседская зона, вот дети наши. Вы потеряли мужу? Да. А что произошло? Сноубийство. Ага. За последний год начал выпивать. До этого не было таких инцидентов. Начал пить крепкие алкоголи. Начались проблемы. Работе не получалось. Долы. Росли-росли. Ну, то есть я странно как могла поддерживала. Смотря на то, что там у нас ничего нету, там все говорят, что мы богатые люди, потому что дети там. Как странно смогла, но вот, к сожалению. Резко, быстро он ехал к матери, к своей забрать усадшего сына. Он не доехал до нее, развернулся. Там 15 минут уставалось до дома до нее. Развернулся и приехал, и все. Все очень быстро произошло. То есть не было запугивания, вот, я с собой что-то сделала. Ничего такого не было. Настолько тихо молча, что, как бы, в этом момент я как раз разговаривала с его матерью по телефону. Просто я в труппу говорю, а он выпрыгнул. То есть, вот так вот все. А это было здесь? Да, в той комнате, в той комнате, в которой мы были. Да, просто шок, наверное, это, на счастье, ну, рушится мир. Меняется все на то и поздно. Шок, шок. Я быстрее ребенка, его соседки, сама выбежала под окна. Лише дышал, но уже без сознания. Далее вот везли в больницу, и уже в больницу он умер. Так, какое-то операцию проводили на голову, сильный удар на голову. А ничего не предвещало этому? Нет. Что вот настолько все серьезно у человека. Нет, нет, нет. Ну, как показывает вот случай, это внезапно настолько, и такие люди, как правило, не ходят, не кричат, вот. Что я пойду, там, ну, как привлечения внимания, такого нет, не было. Просто были моменты какого-то бессилия, отчаяния, ну, как у мужчины, у которого не получается, да, там. Вы считаете, самая основная проблема на тот момент времени, какая была, что могла вот так вот... Наверное, отчаяние, проблема с работой, и нечем было оплатить коммуналку. На тот момент был долг 60 тысяч, ну, то есть это не такая космическая сумма, да, что... Ну, это же мелочи, по сути, по сравнению с жизнью. Да, ну, вот так вот все в совокупе накидывается, наоборот, мне кажется, как-то так. Мограб говорит, да, у меня, ну, опускаются руки. Такой вот был разговор за сутки, наверное, да. Я не понимаю, что с вами происходит. Мне очень одинокий, хотя, типа, я вас люблю, тебя и детей, все у нас хорошо. Но я не понимала, что происходит. Жили дружно, то есть детей любили, старались, были мечты какие-то, планы. А здесь вот обозначение нот, это что-то учит, да? Я занималась, это моя мама. Помогает их, их творческого начала занимает. А можно попросить сыграть что-нибудь? Да, сапочи вас, я, может, или с тобой. А как это выучить? Папс. Ваш стандартный день? Стандартный день – это садики, школы, поликлиники. Сама я изучаю астрологию, очень мне это все интересно. Вот, все на себе, все сама я тащу. Помощь какая сегодня требуется? Помощь вот именно с расширением жилплощади, что в моем случае можно сделать. Вот, нигде я, то есть, на чердях не стою. Но мы являемся нуждающимися, наверное, малоимущими, многодетными. Здесь, я так понимаю, больше юридический, да, момент такой? Юридический, да, скорее, да. Живем на пенсию по потере кормильца. Хватает? Я понимаю, конечно, ответно. Ну, как, честно, нет, наверное, не хватает. Был такой, кто одежду отдаст, кто едой там поделится. Ну, вот, люди добрые есть. Трое два парней, они растут, это одежда, то есть, каждый сезон. Ну, стараешься угодить, как бы, да, их хотелкам, чтобы никто не был обделен. Получается, 4 года вы одна? Да, вот я спалила паралич лицевого нерва, вот, и даже нет валиметана, лечь в больницу, лечить, по возможности. Это когда тут устружается нерв, не работает мышца, ну, в общем, лечимся. Очень помогает старший товарищ, ну, дружная, дружная жизнь. У тебя есть мечты? Можно. Можешь поделиться? Нет, я хочу. Майнкрафт, Лего огромный. Лего Майнкрафт, конструктор Лего Майнкрафт, это твоя мечта? Да. Сегодняшняя квартира, где вот вы сейчас живете, какое будущее вообще в этой квартире, вот так, если посмотреть наперед? Ну, как мне это царилось бы, да, видеть, что, то есть, у меня появится некая возможность выкупить эту комнату, потому что комната от мужа, она остается детям, ну, и чтобы была полноценная жилплощадь. Как так получилось, что вот часть этой квартиры продана? Она изначально была коммунальная, проживала две семьи. Вот, в принципе, дом муниципальный, еще тогда работали. Приезжали на родительство, вот, молодыми, да, работали на Зиле, и им выдавалась комната. То есть, вот таким путем все. Ну, тут всегда жило две семьи, по сути, да? Да, да. Я как бы жила там, вот, три семьи, то есть, вообще, девушка была. Что за машина у нас будет? Увазик. Увазик? А что, увазик? Ну, потому что я его люблю. А-а-а. Так, он мой мой. Да. Ой, ну, чуть-чуть, походу, походу, походу. Так вот. Слушай, ну, не ты ли инженер-дизайнер Увазика? Не ты придумал Увазик? Потому что очень похож. Ну, сейчас я еще, еще покажу. Давай. Давай, мы ждем. Ого. Ну, это уже не Увазик. Это что-то уже более такое спортивное даже, да? Увазик. Он с ней. Это с которой с кошкой? А, нет. У вас были долги? Да, за ЖКХ помогли его родители, все закрыли. Дальше ушли из семьи. Ну, они как бы и не знали ничего, то есть, о долгах, о проблемах, так и как таковы. Ну, а он, почитал, как бы, но не разчетом дотихнули. К слову, он единственный ребенок в семье был. Ну, очень сложный этот удар был для всех. То есть, средний сын, то есть, он не помнит его. Вот, когда у меня там было полтора годика, его вот рассказываем, на могилы водим, уже понимают дети. А старший сын? Ну, я сразу, я с тех людей, кто-то почитает, говорит прямо, ну, мне научат, чтобы доверять контактам будущим, да, чтобы он, мол, там, папа его космонавт, ты на самом деле вырос, узнал и подумал, вот, ну, все эти годы обманывают. Прямо объяснила, потому что к четырем годам человек вообще понимает, что такое жизнь, что такое смерть ребенок. Ну, вот, как-то потихоньку на, как сказать, на его уровне на тот момент, это не было, около трех лет, 2,8, и зал папа улетел на облачку. Ну, а сейчас уже, как удобно, больше забывает, так больше по фотографиям нужно. Вот, ну, трюмиться, чинить, что так крутить. Да, вот элементарно колеса вот открутить, но уже на двух колесах кататься умеем. Я всеми вещами заниматься не умею, ну, тяжело вот. Макс, а что делаешь? А, слетела цепь? Да. А знаешь, как ее обратно поставить? Да, умею. Умеешь? Нет, умею. Нет? Давай вместе попробуем. Давай. Первый раз слетела? Я застал. Я сам уже давно такими штуками не занимался, честно говоря. Но сейчас, я уверен, вместе у нас получится. Так, аккуратно. А, все. О, получилось. У тебя тормоз назад, да? Снимаешь, тормозит. Я когда в твоем возрасте был, я, знаешь, что делал? Короче, банка, знаешь, от Coca-Cola баночка, например. Да, вот у тебя тут. Да, да, знаешь, да? Какая у вас мечта? Мечта, наверное, прийти к финансовой все-таки независимости, как бы жизнь показала мне, что ни на кого не стоит надеяться, рассчитывать только на себя. Да, и вот это моя жизнь, это как бы моя ответственность. И ни на кого не перекинешь, ни скинешь. И, в общем, ну, очень взрослеешь. Как бы в этот период, вот, когда у тебя еще есть еще некая ответственность, да, в виде детей, то есть это же целые жизни. И хотелось бы, как бы, позволить себе все им дать, что они как бы хотят. Это хорошее образование, чтобы люди состоялись, были хорошими, добрыми. Потому что сама я родилась в довольно-таки бедной семье всю жизнь. За границей я где-нибудь никогда не была. Ну, скромно, довольно-таки жила всегда всю жизнь скромно. И хотелось бы, чтобы, как бы, дети видели мир, ну, как-то так, как любая мать, наверное. Хочется дать все. Кто замуж за тобой, была просто секретарша? Максим. Вот теперь у меня вот какая-то паническая, это, страх, окон эти, кто там к ним подходит. То, что если это случилось на глазах, это действительно страшно. И то, что сегодня еще мы увидели, но сплошь и рядом это все, и почему-то вот мужчины, ну, ломаются. А как, вы вышли сегодня на балкон и в соседнем балконе увидели? Да, там соседка искала его с вечера, и как у них прям вот так вот, ну, то есть, может заглянуть, и прям видно. Ну, то есть, они вот так вот общались через окно. Вот она смотрит, он там сидит, у нее. Ну, как бы, вот человек, вот, все есть, ребенок, как бы, жилплощадь вроде, ну, так и не скажешь, что у человека что-то там происходит. Ну, а что там происходило, то есть, ну, без понятия. Если вы сейчас бы могли вернуться вот на 4 года назад, что бы вы поменяли в жизни? Как минимум, я бы начала, наверное, больше прослушиваться к своей интуиции. Можно было все это переиграть и где-то сглаживать углы, если есть такая возможность. Быть внимательнее друг к другу, да, в семье, но если там у кого-то проблема, там, человеку не может там сразу, да, там открыться, признаться, но вот как-то надо быть как-то внимательнее друг к другу, помогать друг другу. Многие женщины также ломаются, ну, начинаются проблемы, то сколько будет, кто куда гораздо. Ну, то есть, много вот детей, вот так вот выросло уже взрослые люди, но с дикой болью это все вот вспоминается, то есть, стой держаться, не опускать руки. Хотелось бы как-то и поддерживать тоже мужчин, которые, да, там, ну, которым тяжело дается там обеспечивать, нести на себе эту ответственность. Не бойтесь говорить об этом, то есть, то, что ты мужчина, это не значит, что, ну, тебе не надо помочь. Любому человеку, неважно, в каком гендере он там является, таки гендером, все мы люди. Всем бывает тяжело, разные ситуации, события, как бы, жизнь у нас, как говорится, не сахар, вот, все это жизнь, это реальность. И большинство, это такая же операция, как бы, да, на свои ощущения, если оно чувствует, что, ну, что-то не так, не бойся подходить. Кажется, если бы, вот, мой муж, открыто бы, как бы, да, поговорил бы и там с родителями, да, ну, все бы помогли. Человек предпочел это все, как бы, скрыть, в себе носить, но никто и не знал. Ну, одно за другим, вот эта цепочка, он просто помынет. Все. Ааа, пурню-ка! Блин! Что ты, Мария? Да вот так. Все-таки снять хочешь, да? Блин! Это знаешь, как удобнее? Смотри. Блин! Накручиваешь. Аааа! Сначала приставил, смотри, а потом вот эту закручиваешь, чтобы она зафиксировалась здесь. Ты все, видишь, крутится. А вторую ты сейчас давай. Ты смотришь, смотришь, смотришь. Так, давай, держи. Держи. Правильно, до того момента, когда прям уже сцепится полностью. О, ебнится. О, отлично. Ну, вот. А что ты сказал сейчас? Винут лагат. Я не смогу. Самое главное, всегда в себя верить. Давай, затягивай вот эту. Конечно, это не самый удобный инструмент для таких вещей. Есть гаечные ключи, и именно намного проще. Вот этому товарищу сколько? Полтора. Полтора. Андрей 21 марта, этот товарищ 29 марта. Была. Отцы разные. Да. Ну, с ним отцом поддерживаем какое-то общение, ну, такое нейтральное, скажем так, потому что, ну, это уже больше года все длится. Ну, помогает как-то, в общем? Как, чем может, помогает. Ну, я не с тех женщин, кто там, ну, требует вот этого, даже, то есть, на алименты я не подавала. Хотя, свидетельство есть в отцовстве. Вы сейчас как? Ну, не вместе, получается? Нет, нет, тяжело, общение, наверное, касаемо только если ребенка общаться, наверное, максимально. Свет комнату, вот, перед рождением первенца, то есть, ну, как могли, вот, ламинацию это сделали. Да. То есть, семь лет назад было. Последний тот какой-то ремонт. Ну, а в коридоре сейчас обоев вообще нету, да? Вообще нету, да. Пробовали вот эти лепучки, но они оказались тонкими, последняя стена. Была. Да ладно, тебе сам упал. Ну, вот как-то так живем, когда их тут трое, все дома. И вот тут, тут прям ходячий хаос, просто летать такой. Если погулять не выйдем, тут пишем, попало все. Как можем, детей подкормим, ростим, одеваем. Вот, у бутёков в одежде все это имеется. И вот старше придется к младшему, как бы, ну. Думаю, все так росли. Именно интересуют юридические какие-то моменты, вот эти нюансы, в которых, как бы, я вообще не разбираюсь. Выходит так, что юридическая помощь, она бы могла очень сильно помочь улучшить условия, которые сегодня есть. Да, конечно, конечно. В общем, друзья, вы сами все видели, и это та самая ситуация, когда от вашего репоста реально зависит судьба человека. Поэтому обязательно сделайте репосты в социальных сетях. Все это поможет создать общественный резонанс. Именно благодаря общественному резонансу семья Антонина, которая долго стояла в очереди, получила дом. Также благодаря вашим репостам, благодаря созданному резонансу, семья из поселка Товарковский, которые много лет жили в аварийном доме, получили жилье. Поэтому, друзья, обязательно сделайте репосты в социальных сетях. Также проявляйте максимальную активность, так как вы умеете. Ставьте лайки, обязательно напишите слова поддержки в комментариях для Татьяны. Она обязательно их прочитает, ей будет очень приятно. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение. Выберите параметр все уведомления, а также колокольчик. А с вами, друзья, был ваш любимый канал Сансара. До новых встреч!